В концертном зале Союза композиторов Азербайджана проходит конференция, посвященная 16-й годовщине со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева. За работой конференции наблюдает съемочная группа CBC. Сейчас на связи со студией моя коллега Лейла Курбанова. Здравствуйте, Лейла, вам слово. Здравствуйте, Фидан. Сейчас мы находимся в Союзе композиторов Азербайджана, где сегодня проходит конференция под названием «Гейдар Алиев и Союз композиторов Азербайджана». Рядом со мной сейчас руководитель Союза Франгис Ханум Ализаде. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о тех темах, о тех докладах, которые будут звучать сегодня в рамках конференции. Название конференции не случайно, потому что действительно Гейдар Алиев сыграл огромную роль в становлении и в развитии нашей работы именно Союза композиторов. Он был личным другом и всегда очень интересовался жизнью и творчеством наших великих композиторов, таких как Каракараев, как Фикрят Амиров, как Тофе Кулиев. Вы знаете, что он их очень любил, бывал на всех их мероприятиях, юбилеях, и даже всем запомнился его замечательная речь на юбилее Тофика Кулиева. Поэтому эта тема «Гейдар Алиев и Союз композиторов Азербайджана» постоянно наша актуальная тема. Почему? Потому что на Пятом съезде он лично присутствовал в 1979 году, и это была замечательная речь, которая сохраняет свою актуальность и сегодня. Что сказал Гейдар Алиев? Конечно, он коснулся великих произведений, которые создали наши композиторы, и которые известны всему миру, и являются репертуарными, такие, как тем «Красавец», как симфонические мугамы, как симфонический мугам «Рас». И это, конечно, делает огромную честь азербайджанской культуре и азербайджанской музыке. И он сказал, я понимаю, что песни – это замечательно, это такой жанр, который имя композитора делает популярным, любимым, но все-таки я бы хотела, чтобы азербайджанские композиторы обратили больше внимания на сценические произведения, крупные симфонические и кандато-артериальные произведения. Почему? Потому что всему миру Азербайджан станет известен именно такими произведениями. Это, конечно, золотые слова, которые вписаны в нашу историю. И сегодня тоже вот у нас недавно прошел Десятый съезд, и еще раз я повторила эти слова, потому что действительно мы хотим призывать наших молодых композиторов, молодое поколение, которое сегодня приходит в стены Союза композиторов и работает вместе с нами, мы хотим, чтобы они писали не только песни, не только музыку, кинофильмы и театральную постановку, а посвящали свое время крупным сценическим произведениям, симфониям, ораториям. Именно они принесут славу и, так сказать, разовьют то замечательное дело, которое начали наши учителя. Спасибо. И как вы видите сегодня плоды того вклада, который внес общенациональный лидер в развитие национальной музыки? Вы знаете, он заложил основы вот этого внимания, заботы вообще о культуре и, в частности, о музыке. Мы никогда не забудем эти замечательные концерты по пятницам, которые проходили в стенах нашей филармонии, которыми дирижировал наш великий майя стране Азии. Гейдар Алиев сам лично присутствовал на этих концертах, весь парт актив, все работники, значит, ну как бы вот политической сферы, они проходили на эти концерты. Ну и особенно нам, молодежи, тогда запомнились те разговоры, которые в перерыве между первым и вторым отделением ввелись в кабинете директора. Он собирал всех участников концерта, дирижера, музыковедов. И мы, молодежь, стояли так за креслами и с большим интересом и вниманием слушали, какие вопросы он задавал, как он прекрасно знаком с программой концерта, как он знает биографии композиторов Чайковского, например, Вагнера. И иногда он задавал такие самые неожиданные вопросы. Например, это правда, что Чайковский присутствовал в Байрете на открытии Байрецкого оперного театра и потом написал в письме, что он не в восторге от оперы Вагнера, он его признает скорее как симфонического компания. Может ли быть такое? И Эльвира Ханова-Аббасова, значит, вы были все в шоке от такие, понимаете, тонкости, знакомые нашему политическому деятелю. Это очень нас, так сказать, как бы вдохновляло, и она подробно отвечала на эти вопросы. В общем, эти разговоры были, конечно, очень памятные, очень интересные и говорили о высоком интеллектуальном, так сказать, таком потенциале этого выдающегося политического деятеля, который, конечно, в душе был романтиком, прекрасно понимал музыку, сам исполнял песни Тофика Кулиева, и у него был прекрасный слух. Я думаю, какую бы он специальность не выбрал бы, там бы тоже он достиг огромных успехов. Спасибо вам большое. Но я напомню, что в Баку сегодня проходит конференция Гейдар Алиев и Союз композиторов Азербайджана. Об ее итогах мы расскажем в наших следующих выпусках. Фидан. Спасибо, Лила.